Ещё одна тема, которая касается всех и тоже связана с коррупцией. Столько, сколько годами воровали на строительстве и ремонте дорог, пожалуй, ни на чём другом украсть не могли. Так что неудивительно, что украинские трассы все в ямах, словно от бомбёжек, а мосты в трещинах и на грани обвалов. После большого переполоха с Шулявским путепроводом в Киеве, в Мининфраструктуры, кроме дорог, вспомнили и о мостах. Ведь, оказывается, минимум четверть из них аварийные. Наш корреспондент Павлина Василенко решила проинспектировать самые опасные переправы Украины. С приходом весны в Украине не только исчез асфальт, но и начали падать мосты. Вот он, многострадальный Шулявский путепровод. Десять лет назад он горел. Первый раз укрепления после пожара, после седьмого года, появились вот такие вот железные укрепления, которые были прослужить там, ну, как говорил по экспертным выводам, должны были стоять буквально пять-семь лет максимум. А в начале недели стал осыпаться. Мест не был в аварийном стане, но мы видим его стан, что он уже втомился. В понедельник уставший мост вызвал настоящий переполох. Но уже сегодня по нему снова ездят авто. Единственное, не пускают фуры. Возле моста дежурит патрульная машина. Здесь реально, глядя на это все, мы понимаем, что реально уже необходима полная реконструкция. Если эксперт говорит, что по центру те конструкции еще целые, они выдерживают огрузку, ну, значит, эксперту виднее, он берет таким выставкам на себя ответственность. О том, что Шулявский мост нужно либо реконструировать, либо заменить на новый, говорили еще десять лет назад. Серьезно заняться путепроводом обещают в этом году. И кроме обещаний, Шулявское ЧП заставило власти взяться за арифметику. 17 тысяч мостей, которые есть в Украине, близко 9 тысяч в аварийном стане. 4 тысячи подлегают негайному ремонту. В этом году мы сможем отремонтировать лишь 80 мостей. Закарпатье. Регион тысячи и одного моста. Если быть точным, их тут 1298. Больше, чем в любой другой области Украины. Многим сооружениям свыше 150 лет. Как вот этому горбатому мосту в Берегово. Несколько лет назад старая австро-венгерская кладка не выдержала современных украинских реалий. Вот эта трещина. Она выникла через то, что тяжелый транспорт ездит по мосту. Сколько месяцев было рассчитано только на хужественный транспорт, а не на тяжелый автомобильный. В Закарпатье больше половины мостов нуждаются в реконструкции. Если некоторые мосты можно назвать проблемой одного города, то переправы через Днепр – причина для беспокойства для всей Украины. Мы едем в видеоцентральный участок, чтобы посмотреть, в каком же состоянии мосты в Кременчуге и Черкасах. Из Киева в Кременчуге и Черкасах мы едем по трассе государственного значения. Но иногда кажется, что это обычная проселочная дорога. Разметка есть не везде. А ям бывает столько, что их приходится либо пролетать на большой скорости, либо медленно и аккуратно объезжать. Ну, вот как мы сейчас это и делаем. Кременчугский мост построен в 49-м. Он один из самых старых на Днепре. Визитная карточка города и стратегически важная переправа центральной Украины соединяет левый и правый берега страны. Через него проходят несколько трасс национального и международного значения. И мост давным-давно нуждается в капитальном ремонте. Из-за этого запрещен въезд для грузовиков тяжелее 13 тонн. Порядка 10 тысяч единиц проходит за день. Это автобусы, это легковые машины, это фуры. Пустить этот транспорт в объезд, это дополнительное время, дополнительный километраж, и людям будет очень неудобно добираться. Высота моста 18 метров. Наверху автомобильная дорога, внизу железная. Когда едет поезд, это как маленькое землетрясение. Раньше был он более стабильный. Особенно, когда пробка, и стоишь на мосту, и поезд внизу идет, то ощущение не из приятных. Его раскачивает, и вибрация очень большая. Ну, а новый мост надо. Состояние, конечно, плачевное. Хотелось бы его как-то улучшить. Но от нас тут мало что зависит. Мы свои налоги плотим. Дело за высшими руководителями. Ремонта хватает на 3-4 месяца. Потом яму латают снова. Если признать мост аварийным, значит придется его закрыть. А новый планировали строить еще 28 лет назад, но так и не начали. Уже надо строить новый. Но то, что уже в советское время начали задумываться о постройке альтернативного, другого моста, говорит о том, что тогда планировали и прогнозировали невозможность дальнейшей эксплуатации. Мост функционирует на грани возможностей. А строительство нового – это миллиарды гривен. И пока между деньгами и риском выбирают второе. А это Черкасса. И здесь находится самый длинный мост через Днепр в Украине. Он моложе Кременчугского, но не менее проблемный. Недавно здесь определили переправа в аварийном состоянии. 17 километров потенциальной опасности. За более чем полвека сооружение капитально не ремонтировали. Хотя менять нужно целые пролеты. Ты видишь, правая сторона все побита. А влево возьмешь. И тот возьмет влево, и в лоб. Эксперты говорят, старые сооружения капризные. Могут простоять и с десяток лет, а могут рухнуть через два дня. И предсказать это невозможно. Дорожная инфраструктура, в том числе и шахопроводы, много из них начинала будиваться приблизительно в один час, то есть с 60-х годов. И, конечно, так же, через некоторый час, одночасно, почти, они приходят в стан, если не аварийный, но такой, что заслуживает проскиплевого мониторинга. Впрочем, без плана по реконструкции и денег Украина так и рискует остаться страной усталых дорог и мостов. Павлина Василенко, Марина Коваль, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал.